Снимается маска и голограммы. Фантом пристает перед тобой в первом заданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Александр выходит из биоробота, пока только демона в нем бежит. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Александра в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Александра поднимайся в кумты диагностики. Пошел подъем. На месте. Мы приветствуем Александра, интересуемся готовливым диагностике чистки и доверить нам свои биополя на период сеанса. Да, доверит. Визуально ничего не видно? Красный дракон и демон у него. Ну, хорошо. Я рекомендую, значит, риск сканирует пространство над головой Александра под ногами 360 градусов вокруг него. Нейроти семь тонких тел Александра находит все. Демон вышел, демон 14. 14 герцовый. Хорошо. Инсектоид. Инсект. Красный дракон. Красный дракон есть. У него гуманоид. Оу, гуманоид. Все. Так, куда уже больше. Хорошо, откуда гуманоид? Гуманоид Сириуса. У гуманоида есть подключка на голове. Хорошо. Скэнер. Просканируй голову. Александр, выведи эту подключку гуманоида. На его частоте отключи все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы. Выведи их полностью из биополя. И как все это выходит, отправляю в клетку-тюрьму. Пошел процесс. У него как ободок на голове с такими, как у шапки, полями. И от этого ободка вниз по позвоночнику спираль идет. Вот как гуманоид Сириуса. А кто же тебе разрешал такой гады сделать людям? До самого копчика. Хорошо, я спрашиваю гуманоида. У тебя есть контракт. Кто тебе разрешал этим заниматься? Кто ты такой вообще? Вот эта спираль, она по всем чакрам забирала энергии, скапливала. Я вопрос задал гуманоиду два раза. Он не отвечает? Нет, он сказал, что он делал, скапливал энергии. На каком основании ты это делал? У тебя есть контракт с ним? Нет. То есть ты практически захватил его биопуля по своему собственному. Так получается. Отлично. Гуманоид получает удар 500 тысяч герц. Удар. Это тебе для начала, паразит. Если ты еще раз мне посмеешь так ответить, я тебя уничтожу. Живой плазмой. Прямо здесь. Ему не нравятся удары, он это говорит. Надо мне бить. Пять миллионов, следующий удар. Посмотрим, что от тебя останется. Сколько ты находился, паразит, в этом биополе? Тринадцать лет. Тринадцать лет? У тебя есть контракт. А как спираль не так легко закрутить из чакры в чакру? Я тебе покажу, как легко это сегодня сделать, когда я установлю эту спираль на тебя. Перепрограммирую и включу на полную мощность. Это очень быстро делается. Сколько находил, какой у нас красный дракон? Тринадцать двадцать семь. Сколько ты находился в этом биополе? Пять лет. Контракт есть? Нет. Сколько находился инсектоид в этом биополе? Четыре года. Сколько находился демон в этом биополе? Три года с ним катаюсь. А, ты еще на работу с ним ездишь? Я на работе с ним катаюсь. Понятно. Он показывает, он сидит в автобусе, на лестницах, там где заходят или выходят люди. Да. Больше где заходят. И он чувствует каждого. Ну, и все заходят через переднюю дверь. Поэтому он там и сидит, рядом с ним. Понятно. И люди, когда они заходят, они моментально теряют все свои энергии, да? Нет, он их чувствует, которые ему нравятся. Да. Тех он откачивает энергию. Понятно. Контракт у тебя есть с ним? Он живет в этом транспортном средстве. С ним контракта нет. С ним контракта нет. Хорошо. Алкоголь твоя фишка? Твои подходы? Не настаиваю. Не настаиваешь. Ты хочешь сказать, это по своему, по его желанию идет, да? Усталость там. Усталость. Нахопленная. Хорошо. Кто из вас всех присутствует еще в доме? Мы сегодня чистим этот дом. Никто. Отлично. Тогда начинаем работать. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я еще буду задавать вам вопросы и вы будете на них отвечать. Кто будет отвечать, как гуманоид это сделал, тот получит дырку. Надеюсь, до этого больше не дойдет. Даю команду тонкой копии Александра спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогены низкой аббрационной энергии в его биополе. Каналы выстроились сущности. Каждый подходит к своему каналу. Также выстраивается прямой канал от Александра к этому ободку гуманоида. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей патогены низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Александру. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз и сканер просканируй сейчас полноту души Александра. Девяносто семь процентов. Хорошо. Очень надеюсь для гуманоида, что эти три процента вернутся. Если я их буду возвращать из других копий вне биополя Александра, разговор будет совсем другим. Здесь они, я же сказал, я не ворую душу, энергии собираю. Он показывает, вот эти, как у шляпа поля идут от ободка. И они разными энергиями светятся. Он их там накапливает каким-то образом. Как он ощущал твое присутствие, этот ободок в своем биополе на физическом плане? Усталость, сдавливание. Головы? Да. Усталость, сдавливание головы. Боли в позвоночнике. Ты не провоцировал прием алкоголя? Мне не нужны низкие вибрации, мне нужны чистые энергии. Хорошо. Как у нас с реверсом? Посмотри, Вера. Закончился. Устанали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Александр забирает все чистые, светлые и божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Пошел процесс. Демон, скажи, есть ли лярвы в биополе Александра? Да, есть. И где они находятся? Позвоночник внизу. От работы или это от подключек? Есть от работы, есть от подключек. Понятно, хорошо. Ты хочешь получить эти лярвы? Хочу. Хорошо. Когда все снимешь, я дам тебе отдельную команду, сможешь их забрать. Ждем окончания реверса. Закончился. Хорошо. Скэнер, полонту души. Александра, просканируй, пожалуйста. Сто. Хорошо. Сто процентов. Поехали дальше. Начинаем с вытаскивания этого всего, что оставили. Гуманоид, на твоей чистоте что-то еще осталось невытащенным? Нет, все достали. Красный дракон, выходи, вытаскивай свои платы, отключайся полностью, возвращайся назад, докладывая готовность к проверке. Проверка будет проведена скэнером несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет забрать, он просто сгорит в этой клетке. Такое бывало. Приступай. Красный дракон его воспламенял изнутри, делал резким. Красный дракон делал его резким. Да, он воспламенялся быстро. Терпения не было у него. Сразу реакция шла. Он работает с людьми, ему надо это спокойствие, тем более той работой, которой он занимается. Распражение было у него, сразу ответить хотелось. Вот как. Хорошо, красный дракон. Все снял он. Если кто, тут есть инкубатор в его биополе? Есть. Один или два? Один. Хорошо, выходи, отключайся полностью, вытаскивай свой инкубатор, вытаскивай крепление, ничего не забывай, ничего не пораняй. Приступай. Готово. Хорошо, демон, твоя очередь, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в его биополе, на месте доложи, что ты закончил. Приступай. Что ты установил в его биополе и как он это ощущал? У него веревка привязана в области талии к демону. Хорошо, он дергал за нее, да? Как он это ощущал? Он даже не дергал, он почему-то с ним как сроднился этой веревкой. Всего за три года, демон? Нам нравится делать одно дело, он сидит, и я сижу. Но он работает, а ты? Да, он как наблюдатель, и я как наблюдатель. Понятно, хорошо. Разрешаю тебе забрать все лярвы, снимай, ничего не забывай. Ты сказал на спине, а ноги? Есть ноги тоже. Ну, конечно, есть. Есть резкость на груди дракона. Дракон, я вот сейчас смотрю, слушаю это все. У меня такое огромное желание достать печать дракона и включить ее на полную мощность, пока ты не сморщишься и не уменьшишься раза в три. На ком основании ты его воспламенял, дракон? Энергии он в свои пламены отдавал в обмен на его сердечные. Демон все забрал. Хорошо, он все забрал. Возвращается назад. Так. Переходим тогда к процессу рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Александра с демоном, инсектоидом, красным драконом, гуманоидом и его ободком. Один, два, три. Пошла рассинхронизация. До ста процентов заканчивается автоматически. Говорит, устал я от них. Закончилось. И даю команду скэннеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чистая. Демон. Хочешь получить эмоциональный фантом? Хочет. Хорошо. Я тебе сразу говорю, ты сегодня покинешь его биополе, как и автобус. Потому что сегодня у нас нет заказа на чистку автобуса, но если он придет, я буду там через 10 минут. Если я тебя там найду, у нас будет совсем другой разговор. Совсем не дружелюбный. Поэтому прими это к сведению. После того, как я тебя отпущу на твою чистоту, ты уйдешь на свою чистоту и больше не придешь в этот автобус к нему. Тебе это понятно? Понятно. У меня память хорошая, запомню тебя. Выходит эмоциональный фантом Александра, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкое абрационное эмоциональное энергии. Все это низкое абрационное им же сгенерированное, проецируется на его эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Но у него темные клубы, весь рост. Хорошо, Александр, эти энергии вы сами сгенерировали. Здесь вам никто уже не мешал. Это накопленное. Вы готовы с ними расстаться? Да, готов. Сворачивай энергии в шар, отправляю. Демон забираешь? Конечно. Отправляю демона. И слушай тебя, какие частоты являются первопричиной, из чего все вытекает? Много там в чему. И в властность, командность. Но я бы сказал, отчаяние есть какое-то внутри. Хорошо. Из этого все вытекает. Хорошо. Мы передали это Александру. Надеемся, он к этому прислушается и будет работать над контролем своих эмоций. Потому что такие эмоции как раз и притягивают. Итак, значит, тогда мы сейчас будем потихоньку отпускать, так как проверку все прошли. Демон, ты меня услышал. То, что я тебе хотел сказать. Ты получил то, что я тебе мог дать. Поэтому я надеюсь, ты свои обязательства тоже выполнишь. Услышал, услышал. Готово уходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. Один, два, три. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Ставь огненную пентаграмму. Готово. Инсектоид готов уходить? Готово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоид. Один, два, три. Инсектоид забирает все, что принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо. Красный дракон. Первый раз я отпускаю. Тебе повезло. Еще раз увижу, накажу. Все понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. Один, два, три. Красный дракон забирает все, что принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Приветствую тебя, Али. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь Сириус гуманоид, 13 лет сидел, был ободок на голове, вытаскивал все энергии, которые мог только получить по чакрам. Заберем его и конструкцию тоже заберем. Хорошо, благодарю тебя. Что у него с дырявой постоянно выходят? Не знаю. Бывает. Предупредил. Все забрали. Отвечал неправильно. Хорошо, отлично. Клетка пустая? Пустая. Хорошо, поехали по частотам. На счет 3 запускаем процесс активации идентификации души. 1, 2, 3. Сискучился он по душе. Бегая за материальным, совсем забыл о ней. А мы из-за души. А мы вообще-то здесь находимся из-за нашей души. Поэтому это основная цель. Хорошо. Идем дальше. Готово. Хорошо, Александр. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Столько энергии давно не получал. Ну много было. Гармонично чувствую. Было много желающих вашу энергию подпитаться ей. Хорошо. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот душа. И сразу перейдем к чистке вашего дома. И возвращаем тонкую копию Александра в его систему биоробот душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.